Так, пошла вода. Чего такие грустные? Устали. Устали. Согласен, подождите. Смотри, видишь, камеру я тебя распознал. Хотите отменить никуда? Камера распознает. Представляешься людей? Так, а Лену не распознает в Фейсбук? Так, добрый вечер, дорогие друзья. Я говорил о том, что выйду онлайн с 19.00 для того, чтобы обсудить события сегодняшнего дня. Да, в принципе, обсудим, я думаю, предыдущих и последующих дней. Значит, вместе со мной находятся мои коллеги Елена Гриско. И Николай Григоришин. Значит, сейчас ждем, чтобы народ подключился, хотя Елена Гриско замерзла, поэтому, я думаю, ждать не будем. Все-таки мы все скажем, а кто не с нами онлайн, тот увидит записи. Ребят, первое. Мы, на самом деле, сегодня у нас был очень важный день, очень трудный, но очень полезный. У нас было очень много встреч. Для меня было очень важно, чтобы то, что я заложил в Бельсах, тот фундамент межгосударственных, межрегиональных отношений, которые мы запустили, чтобы это функционировало. Потому что кто-то там начинает спекуляцию, не будет усатого, там все закончится, там и развитие, и все эти процессы, которые мы, в принципе, вместе с вами начинали. Поэтому у нас сегодня была очень хорошая встреча в Московской Государственной Думе. Об этом наши коллеги вам в деталях расскажут по приезду в Молдову. У нас была очень хорошая встреча в мэрии Москвы, в правительстве Москвы. Мы благодарны всем им за теплый прием. Мы встретились с теми, с кем являемся партнерами. Это префектура Западного округа Москвы, с главой управы Филидовыдкова, с главой Можайского района. У нас есть очень много материалов, очень много фото-видеоотчетов, которые также вам, коллеги, представят по возвращению в Молдову. Но в связи с тем, что сегодня у нас праздник, люди готовятся к праздникам, очень многие, десятки, я даже думаю сотни тысяч людей вернулись домой для того, чтобы на Пасху быть вместе со своими близкими. Значит, у нас сегодня было выдвижение кандидата, кандидата в Бельцах, значит, своего кандидата выдвинула партия Платформа «Да». Ну, выдвинули и выдвинули. Вообще право всех партий выдвигать. Но когда выходят социалисты, те, которые, ну, лучше бы сидели, пили чай бы и не дергались, да, приезжают в Бельце, рассказывают про то, что... Зинаида Петровна, если там вы смотрите или вам покажут... Зинаида Петровна, я всегда относился с уважением к пожилым людям, даже тогда, когда им нужно молчать вместо того, чтобы говорить. И говорить в Бельцах сегодня о том, что вам нужно перед выборами парламентскими победить в Бельцах, чтобы победить евроунионистов в стране. Зинаида Петровна, хватит у чайку, ромашку, вуляк, дешиповник, ну, давайте как-то заканчивать. Ну, то есть, вы в Бельцах будете с унионизмом бороться? Я между встречами посмотрел кое-какие отрывки из того, что там было сказано, что там у вас... Мало того, что Сашу, спойлеров, вы усатого готовили давно, еще там с 2015 года, если не ошибаюсь. В конце концов, выдвигайте кого угодно, только не думайте, что в Бельцах дураки. Бельцам не нужны фотосессии. Бельцам ваши байки про евроунионистов, которые вы вместе с вашей партией придумали, вернее, вам придумали в офисе Плохотнюка, вы это реализовываете. Ну, это, скажем так, ваши проблемы. Просто я хочу, чтобы вы знали, что все спекуляции в Бельцах, особенно кто... Вы, социалисты, будете говорить про светлое будущее, покажите, что вы сделали в Окнице и Бричанах, в тех двух городах, где у вас есть примары, которые мы выиграли в 13 городах, вы выиграли в двух местных выборах. Покажите, сколько километров квадратных дорог, тротуаров сделал Игорь Дадон. Игорь Дадон всегда был богатым человеком, сейчас он очень богатый человек. Пусть покажет. Когда в городе тратятся деньги, мы вычищаем последствия тех лет, когда ваш Саша Усатый был вице-примаром. Но мы вам желаем успехов. И бельчане решат, кому руководить городом. Но только вот эти байки ваши, пожалуйста, вы боритесь с Кишиневым. Я официально заявляю с ответственностью на всю страну, что договоренности сегодня Плохотнюка с Дадоном заключаются в следующем. Социалисты сливают в Кишинев, Сильвераду становится примаром. А чтобы Дадон как президент что-то выиграл, Плохотнюк ему пообещал в Бельце. Демократы, я думаю, что выдвинут хотя бы мертвого Маху, либо еще кого-то на должность мэра. Они этого не сделали. Может быть и сделают в последующие дни. Но, насколько я понял, договоренность их заключается в том, что они должны Саше Усатому помогать в первом туре. Неужели Зинаида Петровна, почему вы не расскажете людям микрофон, что с офиса Плохотнюка дали команду Белсгаз и другим предприятиям начинать агитационную работу в поддержку Александра Усатого. Вы это расскажите, Бельчан. Потому что сегодня мы идем на выборы в Бельцах. Я пошел на выборы для того, чтобы Бельце оставался символом и был главным свободным городом в стране. Есть другие населенные пункты, города, где есть примары, которые не легли под Плохотнюка. Нас жестоко убивают, нас травят. Бельчанам перед Пасхой, так же цинично, как сделали перед Новым годом, они закрыли полигон. Просто зимой было минус 10, а сейчас на улице плюс 10, плюс 20. Понимаете? То есть это... Почему вы сегодня, как председатель партии социалистов, плюс Додон ваш уже молится в церкви в Бельцах вместе с Сашей Усатой чаще, чем в Садово. Почему вы не вышли сегодня, не сказали Бельчанам, не поехали на этот полигон? Или Додон приедет, перед этим созвонившись с Владиком, решит проблему? Окей. Но делайте какие-то конкретные вещи, а не ту порнографию, которую вы устраиваете. Тем более порнография участвует на старости лет. Я думаю, это совсем, ну, точно, и недостойно, и непристойно. В связи с проблемами Бельцах с полигоном. У нас был запланирован рабочий визит на три дня, но из-за закрытого полигона, значит, коллеги, а именно Николай Григоришин и Елена Грицко, они возвращаются сейчас, сегодня ночью, они уже будут в Кишиневе. Значит, завтра утром вместе с другими нашими коллегами будут на полигоне, и мы будем отстаивать. Каждый сантиметр свободы, а не будем заниматься тем балабольством и какими-то там курканическими там заявлениями. Поэтому я хочу поблагодарить коллег за то, что они здесь. Я буду дальше продолжать работать на благо нашей с вами страны. Как я говорил, пока поддерживают люди, я буду двигаться только вперед. Сегодня все зависит от бельчан. Бельчане хотят голосовать за розовых социков. Это их право. Я не буду попрошайничать, я не буду умолять, кого-то перекрикивать и так далее. Я знаю, что освободим Бельц, и мы освободим всю Молдову. Но свой голос выскажут бельчане. Так как мы не можем ходить в церкви, целовать иконы, полы, так как это делает партия социалистов, им все равно где проводить агитацию. В церкви, на улице, под алтарем, на алтаре. Значит, пройдут пасхальные праздники. Я вас наступающим поздравляю. Я обязательно вас поздравлю отдельно с этим праздником. Но мы решили буквально сейчас, что в среду в 18 часов в Доме культуры в Бельцах будет весь актив нашей партии в Бельцах. Мы приглашаем туда и бельчан, где мы четко скажем о том, кто наш кандидат. Мы четко обозначим основные принципы нашей борьбы. Мы скажем людям, а люди уже потом решат. Но делать это, как мы думали, сегодня или завтра. Кто-то убирает во дворе, кто-то могилы близких людей на кладбище. А мы в это время будем что-то собираться и так далее. Неправильно. Раз уж так попало. И поймите главное. Если бы мы хотели, я бы мог подать в отставку, например, в конце апреля. И если бы я подал в отставку в конце апреля, никаких выборов не было. Сегодня это вызов режиму. Борьба будет очень жестокая. Будет очень грязная с их стороны. Мы будем бороться только с законными методами. Поэтому, ребят, всех вас с наступающими праздниками. В среду в 18.00 мы объявим нашего кандидата. Ну а пока пусть они занимаются тем, чем они занимаются. Потому что негодяи ничем хорошим не могут заниматься. Поэтому вам приветствую Москву. Вы что-то скажете? Наша, все-таки вся страна. Я хочу вас абсолютно приветствовать, приятели и нашим знакомствам. В очень специальности я обращаюсь к их болтениям. С sincerой благодарю, потому что те, которые были основаны в 2015, в момент когда был осознан этот аккорд для коллаборатории, вы знаете, что будет продолжаться. И с большей интенсивности, с большей реализации, и с нами благослови, с новыми планами, и мы не могли бы держать на эту ракету, но мы понимаем, что мы перешиваем эту заставку. Но мы понимаем, что мы с результатами очень хороши. Астази мы были очень интересные, очень красивые, очень хороши, но очень красивые, в том числе, для болт. Добрый вечер, друзья! Друзья, мы вынуждены сегодня прервать очень важную с моей стороны командировку. Очень были плодотворные сегодня встречи, чуть подустали, но это усталость легкая, потому что для села сегодня я узнал много нового, что касается в системе ЖКХ, в дорожной службе, как строятся, мне показывались новые технологии строительства дорог, техники. Очень много сегодня увидели, есть у меня отчеты, есть новое видение, как это мы будем воплощать все в наших родных бельцах. И, конечно же, я приглашаю вас завтра, активных советников, просто горожан, в 8.30 подъехать на полигон, чтобы мы сами убедились, почему эти люди, которые там засели, захватили этот полигон, не открывают шлагбаум, чтобы наш мусор из нашего города выглажался на этом полигоне. Также, конечно, мы сегодня обратились и к премьер-министру, и всем министрам, чтобы они отреагировали, и, конец-то, та пауза, которую они сначала взяли до 1 апреля, потом до 7 апреля с полигоном, что не дадут нам альтернативный полигон, или же на этот полигон, и Павел Филипп заявлял, что он обещает, что полигон не будет закрываться, он в очередной раз закрылся, они хотят показать, я не знаю, или это их политическая позиция, или это просто они настраивают людей против себя. Поэтому завтра я призываю вас прибыть на полигон, а также в среду приходите в 18.00 в Дворец культуры, там будет объявлен наш кандидат, до встречи, мы летим домой. Ребят, всем спасибо, кто с нами онлайн, плюс я хотел очень важный момент отметить, там мне многие писали, даже расскажу вам живой анекдот, не, это долго, просто ребята замерзли, и главное, мне надо ехать в аэропорт. Анекдот живой расскажу потом, но вот касаемо моего заявления, что мне начали писать, что вот, я заявил, что ухожу из политики, если проиграю Бельц, это, ребят, я это заявил не для того, чтобы уйти из политики, как многие подумали, я это заявил для того, чтобы мы объединили с вами все свои усилия, и мы в Бельцах обязательно победим. Да, они пойдут по беспределу, да, они будут искать поводы, возможно, запрета партии, за ареста кандидатов, они могут пойти на все, что угодно, но мы, если объединиться вместе с вами, то мы обязательно победим, и мы в Бельцах выиграем, а они пусть там кукарекают, поют, советуются и так далее, нам это не интересно, потому что, вы поймите, синий цвет демпартии, красный социалист, красный социалистов хотят превратить, эти два цвета, если смешать, то они превращаются в розовый, а розовыми Бельцы никогда не будут, и я вам это обещаю, мы с вами обязательно победим, мы освободим Бельцы, освободим всю Молдавию, я вам желаю всем хорошего вечера, всем привет родственникам, мамам, папам, девушкам, подружкам, детям и так далее, мы обязательно с вами скоро увидимся, все у нас с вами будет хорошо, я вас люблю, пока.